здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала сад чудес сегодня я вам показываю комнатные свои цветочки они конечно вот уже многие отцветают так я фильмы не сняла но многие только зацветают я им вот два стеллажа купила и стоят они у меня все на стеллажах с подсветкой для растений поэтому они у меня не брошены я о них забочусь орхидеи отцветают они пышно цвели всю зиму и сейчас ненадолго наверное они отцветут а затем вновь выбросит росточки и опять зацветут новые веточки конечно благодарный цветочек цветет долго красиво радует а это вот я попугайчик у меня на кухне отдельно когда я его купила я спрашивала что это за цветочек как он называется название не было на орхидейке и мне сказали что это попугайчик несколько человек написали я конечно поверила и теперь у меня эта орхидейка называется попугайчик была на желтого цвета с яркими такими красными краями а теперь они посветлели практически она белая и розовые краешки стали но все равно при своей привлекательности она не утратила очень красивая орхидейка радует цветет фитония конечно так радует своей яркой краской пестротой своих листьев у меня только два вида фитонии вот зеленая с красными прожилками и красная с коричневой окантовочкой был маленький малюсенький кустик когда я покупала их в леруа мерлене а сейчас они конечно разрослись совершенно нетребовательные красивые я им такую подставочку нашла которая вот на одной на одной ножке 3 кашпо и вот в двух из них вот я посадила две свои фитонии вот это жесткими краешками а так что с красными прожилочками у нее мягкие листочки а у этой жесткие конечно нужно будет третью фитонию но я пока не нашла красивые и посадила пока в третью емкость кофейного дерева и кофейному дереву очень нравится в этом кашпо я посадила их продали мне какие-то шесть штучек вместе в шесть тволиков я их рассадила все но которые вот вместе с фитонией чувствует себя конечно лучше всех такое такие глянцевые красивые листья остальные все конечно поменьше и пониже ростиком вообще нравится ему светонии кофейному дереву а кофейное дерево очень такое целебное кислорода много выделяет бувардия красавица 1 цветает 2 еще цветет это бувардия у меня светлая она конечно неприхотливая я ее обрезаю когда она цветает она вновь дает росточки и снова конечно цветет самое главное ее надо подкармливать 3 раза в месяц когда она цветет и конечно не забывать поливать подкармливаю я фертикой для цветущих или буйские жидкие удобрения для цветущих чередую раз фертикой раз буйскими удобрениями и она радует меня своим цветением у меня их два вида вот эта светлая а еще есть розовенькая у этой белая розовая серединка а у той розовые лепестки и серединка красная как восковые цветочки такие в принципе они даже на ощупь такие жесткие цветочки вот это вот у меня розовая с красной серединкой она еще цветет цветет она у меня раз в год он зацветает где-то в начале марта ну вот еще процессе процветет наверное апрель и может быть до середины мая и затем все уйдет на на покой и цвести больше не будет все которые отцветут цветочки я их срезаю срезаю оставляю палочки 5 сантиметров только и затем появляются новые росточки и новые росточки потом зацветут так она в общем нормально относится к влажности воздуха пересаживаю я ее вот перед она у меня всего два года один раз пересадила ее ну в общем неприхотливая эту примолку я выкопала ее осенью пожалела ее оставлять просто мне жалко было такую красоту оставлять ну который наверное бы не пережила зиму ну может и пережила бы но такая была маленькая я решила ее взять домой а сейчас она видите как пышно зацветает и скоро поедет на дачу и я уже ее оставлю на даче домой уже больше брать не буду ее у нее очень крупные цветочки у меня несколько лет назад была такая и конечно пропала зимой я не знаю почему но почитала что с розовыми цветочками плохо они выживают желтыми выживают а с розовыми нет фиалочки несколько штук уже зацвели бутерфляй уже отцветает но своей привлекательности не теряет красивые фиолетовые цветочки с белой окоемочкой бутерфляй а это розовая название и не знаю покупала но название на ней не было а это вот пестренькая как анютины глазки арбимара артимара рита артимара рита розовые фиалочки очень красивая серединка и две тычиночки с роз такими желтыми шариками очень красивые розовый цвет и вот такие такая тычиночка красивые шарики желтенькие в серединке глазочки прям выделяются и волнистые края цветы довольно таки большие крупные это мне соседка дала она еще молоденькая вот только несколько дала цветочков рококо балет у меня их два вида одна чуть светлее вторая в розовее нежнейший просто создание природы такие розовые прям розочки серединке конечно там еле еле видно ничего не видно просто шарик из лепесточков красота конечно необыкновенная ну нежнейшая просто нежнейшая фиалочка ну уже конечно надо ее обновлять после цветения пересаживать ну а как же без пеларгонии если есть дача конечно есть пеларгонии этот пеларгонии у меня такого малинового цвета вот один дала цветочек почему-то но есть вот еще бутончики распустятся вообще конечно я бутона стараюсь обрывать чтобы она сейчас не тратила силы чтобы на даче она обильно обильно зацвела но очень хочется конечно такой цветочной красоты на стеллажике кроме фиалочек ничего больше у меня не цветет вот еще только цветет здесь на стеллажах пеларгония меня два металлических стеллажа я купила в леруа мерлене с подсветкой сделала у меня восемь видов пеларгонии ну с некоторыми я распрощалась потому что нет места просто хранить вот купила стеллажи и как-то вышла еще из положения а то было совсем прям мало места вот царские пеларгонии отдыхают пока но сейчас бою зацветут одна и вторая вот это вот темная табла светлая вот темная очень обильно цвела у меня на даче вот многие бутоны конечно дает филаргонии но на цвести будут чуть попозже лучше вот такая у меня красота на моих стеллажиках а на окнах буйствует рассада а так у меня стеллажи просто пустые стояли все было на подоконниках почти все кроме пеларгонии пеларгонии самого начала здесь фикус бенджамина переселился тоже в другую комнату то что там рассада все заняла и уже там тесно стало в другую комнату перенесла но ему это не нравится он не любит эти передвижения всего доброго мои дорогие пишите ставьте лайки подписывайтесь с колокольчиком я всегда вам рада пока пока пока